Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Друзья, среди однокопеечных монет 1967 года выпуска встречается разновидность, которая у коллекционеров может стоить более 10 тысяч рублей. Давайте разберем причину ее появления и научимся отличать от обычного, то есть самого распространенного варианта. Штемпеля для однокопеечных монет самые сложные для изготовления из всех, что применяется на монетном дворе для чеканки монет. Требуется незаурядное мастерство граверов и резчиков, чтобы изготовить эти миниатюрные штемпеля, которые позволяют на 15-мм монетном кружке качественно отчеканить герб СССР с большим числом хорошо различимых мелких деталей. После модернизации штемпельного инструмента, произошедшей в 1963 году, всего через три года монетные штемпели для одной копейки вновь были доработаны и усложнены в плане добавления мелких элементов в рисунке герба. Если до этого зерна пшеничных колосьев имели вид упрощенных овалов на штампе номер два, то у нового варианта, штампа номер три, они стали выглядеть более реально. Зерна внутренних колосьев в гербе стали выполняться с короткими, но хорошо заметными остями, которые в виде тонких линий тянутся из зерна вверх по колосу. Новый штемпель номер три, предназначенный для чеканки одной копейки, был запущен в производство только в конце 1966 года. Тогда им успели отчеканить небольшую часть годового тиража однокопеечных монет. И если редкой эту разновидность зерна состями не назвать, скорее просто нечастой, ее коллекционная цена около 500 рублей, то в 1967 году таким штемпелем уже был отчеканен практически весь тираж копеечного номинала, более 700 миллионов экземпляров. А выводимым из производства старым штемпелем наоборот, чрезвычайно малое количество. В коллекциях такие монеты, однокопейка 1967 года выпуска, вариант штампа номер два, зерна без остей, встречаются редко и стоят они уже более 10 тысяч рублей. Друзья, приведенные в этом обзоре сравнительные изображения с крупным увеличением позволят вам узнать, как находить редкие и дорогие монеты среди копеек 1967 года. Друзья, если вам понравился этот обзор, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк, все в монетах. Всего доброго, друзья! Роман Парфенюк